Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в солнечном городе Коротианапа, поселок Витязево. Мы находимся сегодня возле отеля, который расположен рядом с лучшими пляжами Витязева, которые сейчас перекрыли. Это Тартуга, но тут напротив него проход официальный на Венеру. И мы туда сегодня с вами тоже сходим. Пляж великолепный, классный и прекрасный. Сам отель у нас четырехэтажный, находится сзади меня. Он небольшой, уютный, но самое главное, на сегодняшний день здесь самая привлекательная цена. Ну а теперь расскажем про сам отель, покажем вам всю инфраструктуру. В общем, я вас приглашаю. Это улица Славная. Вот он, Золотой берег. Туда дальше у нас, здрасте, находится улица Скифская и остановка 23 маршрута, куда многие люди и приезжают на морешко. Видим отдыхающих детей и давайте теперь зайдем в сам отель. Паковка здесь отдельно, там на территории, она за доплату. Стоимость паковочного места в день 500 рублей. Территория отеля вся огорожена забором. Заходим. Здесь по прямой у нас сразу же находится рецепшн. Но перед ним, я вам покажу, с левой стороны, это зона под зонтиком для курения. Отдельно от всех детей. С правой стороны имеется ногомоечка, в которой после моря, я вас всех прошу, мойте ноги. Не несите песок в отель. После песка его очень сложно вымывать. Заходим на ресепшн. Здесь очень большое пространство. Есть место, где отдыхать можно. С большим телевизором. Там есть отдельная плата, массажное кресло. Перемещение по отелю осуществляется по вот такой вот лестнице. Очень красивое оформление в таких спокойных тонах. Высокие потолки. По прямой у нас находится ресторан светской линии, а также зона перекусов и место, где наливают алкогольные напитки с 11 до 8 вечера. Здесь также справа можно выйти на прилегающую территорию к бассейну. Здравствуйте. Добрый день. Мы всегда будем рады видеть вас в нашем отеле. Сейчас как раз таки идет обед. Мы с вами туда тоже зайдем. Все попробуем. Но сначала давайте глянем, как вообще выглядит бассейн и прилегающая территория. Сам бассейн. Машете ручки. Здравствуйте. Как вам отдыхается? Отлично. Все нравится? Да. Питание, алкоголь. Да, все хорошо. Это все хорошо? Я на всюду доволен. Анимация, девочки. Как работает? Да, все хорошо. Это очень классно. А море? Море? Но мы купаемся. Молодцы. Закаляемся. Так, друзья, находим. Машите ручки, ребята, блогер. Потом посмотрите на себя. Бабаха. Так, живой? Слава богу. Так, смотрим, ребята. Бассейн выглядит вот так. Вечером есть подсветочка. Для того, чтобы как раз таки в тот момент, когда как сейчас холодное море, это хорошее подспорье, чтобы можно было купаться дальше. Хорошего отдыха вам, ребятки. И вам тоже. Всего хорошего. Есть шезлонги, на которых можно поотдыхать. Дальше место для отдыха за столом. И для разнообразных активностей есть во дворе душ, туалет. Я во всех отелях призываю постоянно всех, ребята, принимайте душевые перед бассейном. Это очень важно, чтобы бассейн оставался чистым. Далее, небольшая детская зона. И также аниматоры здесь проводят свои мероприятия с вашими детками. И вот такое вот место с горками, качели. То есть тут тоже можно поиграть, отдохнуть. Есть зонтик, когда светит солнце, чтобы было более комфортно. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы команда анимации в Золотом береге. В нашем отеле проходит анимация для взрослых через день. А для детей у нас анимация каждый день. Например, как подвижные игры, настольные игры, дженго, мини-диско. А для взрослых у нас дискотека и приезжие артисты. Для детей у нас анимация проходит с 10 утра до 8 вечера. А взрослая анимация с 8 часов вечера до 11 ночи. Приезжайте в отель Золотой берег, вас девчонки будут развлекать. На первом этаже находится ресторан «Светская линия». Здесь завтрак с 8 до 10, снэкбар с 11 до 12, обед с часа до 3, снэкбар с 4 до 5. И ужин с 6 до 8 вечера. Давайте зайдем. Мы смотрим с вами, как выглядит зал. Здесь большие столы с удобными креслами. На столах есть все необходимое. Это салфетки, зубочистки, соль, перец. Здесь работает кондиционер. Раздача подготовлена. Сам обед начнется буквально через пару минут. И мы перед подачей снимаем, показываем, как это все выглядит. Здесь есть соки, кофе, ну а также чайная станция, лимонады для детей, хлебушек, разнообразные соусы и также на майонезной основе. Кстати, опять я вижу свой любимый хрен. Майонез, аджика, сметана, здесь есть маслины, кукуруза, также кабачковая икра. Соление представлено большим выбором. Думаю, никто не останется недовольным. Далее, первое блюдо. Бульон, солянка, суп гречневый и есть зелень для их наполнения. Выбор салатов и закусок тоже очень большой. Это морская волна с капустой, морской салат, витаминная фантазия, грибная полянка и говяжий язык. Далее, по гарнирам. Отварной картофель, крупа пшеничная, макароны, овощное сатэ, сельдь запеченная, бедра запеченные, гречка с мясом и сердечки в соусе. Достойный выбор для того, чтобы вы могли насладиться едой в этом месте. Чтобы было вам еще вкуснее и веселее, здесь наливают спиртные напитки. Налив их идет с 11 до 8 вечера ежедневно. И выбрать вы можете белое полусладкое, красное полусладкое, красное сухое, белое сухое, шампанское, пинаколадо и пиво. Приступим к дегустации, попробуем, как это все на вкус. Процесс приема пищи пошел вовсю. Можете видеть, что люди пришли потихонечку. Места свободные еще. Есть вот есть центровой ряд. В принципе, в отеле все кушают и наслаждаются. Довольные и счастливые. Как выглядит мой обед? Взял всего по чуть-чуть, чтобы просто попробовать. На первый у меня будет соляночка. А сегодня еще день рождения. И здесь девочки-аниматоры поздравляют ребенка, у которого день рождения. И это прям очень круто. Вообще молодцы. И ребенку настоящих праздников. От души и до души. Молодцы большие. Начинаем дегустацию. Первым у нас идет соляночка. Она здесь идет с картошкой. Значит, она не сборная, а со своим рецептом. Пробуем. Слушайте, бульон классный. Мясо классное. Единственное, вот лечья картошки не делает ее классической. Но я во многих отелях встречаю именно такой вариант. Люди едят и даже встречают тех, кто говорит, что с картошкой больше нравится. Она вкусная, классная. Съедаем. Кушал. Все отлично. Главный показатель качественной соляночки. Юра пустая тарелка. Попробовал спаржу. Очень вкусная. Я думаю, что все соления, честно, ни денег не было плохих. Они даже на свой вид говорят его сразу. На качестве продукта. Давайте еще огурчик. Хрустящий, классный. Я, честно, не могу понять, почему так не едят соленья. Не видел, чтобы кто-то себя бац, горы соленьев набрал. Капустка вообще восхитительная. Все было не острое, что я попробовал из тех соленей. А вот и острый перец. Перчик вообще восхитительный. Остренький. Все как надо. Фасоль глупо озвучивать. Фасоль. Есть еще вот такие помидорчики. Вот помидорчик мне прям очень зашел. Икра. Я не посмотрел подпись. Это горчица была. Горчица подойдет к языку. Что-то я хапанул. А язык очень вкусный. Не ожидал я, что это горчица. Картофель отварной. Причем, что у нас в Анапе не такие водоросли. Жил бы на море и ел бы постоянно. И вам бы не доставалось. Очень интересно, почему отварной язык там не разбирали. Очень вкусный, нежный. Салат с яичком. Абсолютно все свежее. Хрустящее и классное. Какой вкусный второй салат. И с ветчиной, с грибочками, курица, картошечка. При мне ребенок его набрал. Сам выброс, и какой хочет, и положил именно этот салатик. Также мы видим, что приходят ребята и убирают салатик. Спасибо большое. Последнее, что мы с вами продегустируем, это гарниры. Больше всего мне интересно, конечно же, баклажан. Сердечки. Я, честно, не любитель. Оказывается, что вкусно. Федь запеченная. Нежная, растаяла во рту. Если вы селедочку любите в таком формате, уверен, вам зайдет. И греча с овощами, с мясом. То блюдо, наверное, для деток. Последнее, что осталось, это хуринная ножка. Мясо просто распадается. Геотогренно идеально. Прошло полчаса, друзья, мы поели. Нам все, в принципе, понравилось. И как тем людям, которые здесь сидят. По наполнению шведской линии, вы можете увидеть, что все есть абсолютно в наличии. То есть ничего не кончилось. То есть сладкие все блюда и фрукты, и другие моменты есть на перекусах. Все-таки попал на промежуток. Подождал специально на пляже, пока делали мне массажики. Об этом вы увидите впереди. Видео, как мы пойдем на море. И смотрите. Здесь напитки. Молоко, кефир и йогурт разнообразные. Сухие завтраки. Также есть сезонные фрукты. Причем обратите внимание на то, что мы сейчас находимся уже в самом конце. Промежутка осталось буквально 20 минут. А здесь еще в наличии разнообразные сладости, пиццы, суфлешки. Есть сосиска в тесте, тортики. Выпечка, в общем, здесь в ассортименте. Есть также мед, сгущенка, творог и джем. Ну и также кофе, машины, соки, лимонады. Можете себе налить. Ну и наливают также алкогольные напитки. Все, что вам только хочется. Это у нас кто? Так, это пинаколова. Вот так вот, ребятки. Еще апельсинчики поднесли. Друзья, смотрим, четвертый этаж, номер 412. Здесь у нас ключ в двери. Заходим, с правой стороны имеется шкаф с зеркалом. В шкафу полки плечики. Второе отделение еще дополнительные полки. Здесь есть тапочки. Номер у нас трехместный. С левой стороны двухспальная кровать. С правой стороны односпальная кровать. Есть два стула. Их можно поставить на балкон. Есть стол. На нем набор посуды. Большое зеркало. С левой стороны телевизор, холодильник. Сверху сплит система. С левой стороны от кровати имеется прикроватная тумбочка. В этом номере и есть французский балкон. Небольшой. На нем есть сушилка. И здесь вид на соседнюю гостиницу. Выйти, насладиться морем. Даже с этого балкона возможно. Вот они дюны и наш пляж. Также в номере есть санузел. С правой стороны раковина, зеркало, мыльные принадлежности. Даже есть щетки. Есть унитаз, душевая зона. Стоимость номера по системе все включено. 11500 на троих. Четвертый этаж номер 401 рассчитан на 5 человек. Смотрим. В номер заходим. С левой стороны есть шкаф. Справа вход в санузел. Левая сторона шкафа с тапочками, полочками. Правая сторона с плечиками. Сам номер просторный. С правой стороны двухспальная кровать. Раскладывающийся диван. С левой стороны напротив него еще одна кровать. Две прикроватные тумбочки. Зеркало. Такая кухонная зона. С правой стороны возле выхода на балкон есть холодильник, телевизор. Над ним сприт система. Также имеется стол и два стула. И в обратную сторону показываю вам номер. Выходим на балкон. Балкон здесь также небольшой, французский. Имеется сушилка и вид на соседнюю гостиницу. С этой стороны мы видим Витязевский лиман. Санузел в этом номере. С левой стороны зеркало. Мыльные принадлежности. Унитаз. Душевая зона с тазиком. Стоимость этого номера 13500. На пятерых человек. С системой все включено. Смотрим номер 420. Также на четвертом этаже с французским балконом. С левой стороны кухонная зона. С правой стороны у нас ход санузел. Заходим в номер. Он более просторный, чем предыдущий трехместный. Здесь односпальная кровать. Холодильник, телевизор, сплит-система. Напротив большая двуспальная кровать. Есть стол с зеркалом и стулом под ним. А также место для хранения. Здесь имеются доп-полочки с тапочками. С правой стороны место для верхней одежды с плечиками. Выходим на балкон. Балкон здесь более просторный. Есть стол, два стула, сушилка. И вид на соседнюю гостиницу. Там видно море. Так что кусочек моря с четвертого этажа присутствует. Смотрим санузел в этом номере. С левой стороны зеркало, раковина, мыльные принадлежности, унитаз. И душевая зона выглядит вот так. Стоимость номера по системе все включено. 11500 на троих. Третий этаж. Смотрим номер 322. Номер рассчитан на четверых человек. Заходим. Здесь большая двуспальная кровать. Далее прикроватная тумбочка. Односпальная кровать. Место для хранения напротив диван. Есть телевизор над ним. Над шкафом имеется сплит-система. Номер просторный. Такой видовый. Видите сколько освещения. Рядочком с диваном стул. Холодильник. В правой стороны имеется кухонная зона и набор посуды. Номер также оборудован своим балконом. Балкон здесь большой. На третьем этаже. Вот видите. Как раз двадцать третий маршрут. Возит людей на самый лучший пляж. Видит также на соседнюю гостиницу. И туда на Витязевский лиман. И отсюда с третьего этажа тоже видим море через ту гостиницу. Со стороны санузла есть большое зеркало. Сам санузел. С левой стороны есть душевая зона. По прямой у нас раковина с мыльными принадлежностями над ней и зеркалом. С правой стороны находится унитаз. Стоимость проживания в этом номере сегодня на четверых человек будет стоить вам 10 200 рублей. Второй этаж дорогие друзья. Здесь мы посмотрим шестиместный номер для большой семьи. Заходим. С правой стороны место для хранения. Отделение для верхней одежды с плечиками. Здесь много полочек и тапочки. Проходим в номер. Здесь у нас большая двухспальная кровать. Напротив нее две односпальные кровати. И большой раскладывающийся диван. Есть прихроватная тумбочка и стаканы. Далее холодильник, телевизор, сплетсистема. Номер большой, просторный. С левой стороны есть зеркало. И выходим на балкон. Балкон у нас тоже с видом на соседнюю гостиницу. Есть стол, два стула. Также имеется собственный санузел. С правой стороны зеркало, раковина, мыльные принадлежности, унитаз и душевая зона. Стоимость номера на шестерых 13 500 рублей. Ценник, вы сами понимаете, что великолепный. Потому что одно питание вам выйдет гораздо дороже, если вы просто будете где-то ходить и есть в столовых. Также у вас есть анимация, подогреваемый бассейн, алкоголь. Ну и море рядышком с вами. Приезжайте, отдыхайте. Третий этаж номер 323 большой, просторный. Заходим. С левой стороны вход в санузел. По прямой у нас раскладывающийся диван, двухспальная кровать, прикроватная тумбочка. Над диваном есть зеркало. А в ту сторону висит сплетсистема. Далее односпальная кровать. Еще один раскладывающийся диван. Здесь у нас большой шкаф, холодильник и кухонная зона. В кухонной зоне там, кстати, стоит посуда. И также есть выход на балкон. В правой стороне на балконе стол, стул и сушилка. И отсюда такой вид на наш любимый лимайн. Видите, вон там я на кайте катаюсь. Прикольно, можно с балкона стоять и глядеть. Ну, катался, потому что сейчас проехать на Тартугу нельзя. Смотрим санузел. Здесь унитаз, раковина, набор мыльных принадлежностей, зеркало и душевая зона. Стоимость сейчас отдыха в этом номере 16 тысяч на 7 человек. Друзья, цена здесь динамическая. Если будет много запросов, программы там их будут поднимать. Цены актуальны здесь сейчас, сегодня. Если вдруг вы будете ехать более поздний сезон, когда людей будет меньше, цены могут быть ниже. Если поедете в максимальную пиковую нагрузку, в которой мы сейчас находимся, сейчас пересменка между мизицами, а буквально через несколько дней мы в мощный ворвемся сезон, то цена будет гораздо выше. Поэтому воспринимайте это все как здесь, сейчас. То есть информация вся более полная. Есть об этом отеле у них на сайте. Сайт есть в описании. Либо по номерам бронирования, которые есть в названии. Есть в отеле и двухместные номера. Они как трехместные, которые маленькие мы показывали. Но сейчас, к сожалению, ни одного свободного нет. Вот так вот выглядит коридор, в котором расположены номера. На этажах есть кулер с горячей и холодной водой, а также гладильные доски. Самое главное, не забудьте выключить утюг. Гладильная доска и утюг. Перемещение по этажам отеля осуществляется при помощи вот такой вот лестницы. Лестница с красивыми перилами сверху до низу. Улица Славная. С места, где мы стоим, до пляжной территории показывает нам расстояние. Три минуты пройдем его, и это 250 метров. Если до кромки воды, то это 500 метров, и расстояние мы пройдем за 7 минут. Мини-маркет находится с правой стороны. Ну и по прямой мы отправляемся к морю. Здесь есть тротуар во всю длину у нас по правой стороне. Либо мимо отелей мы можем пройти по левой. В этих отелях отдыхают знатоки Витязева, потому что одно из лучших мест для отдыха, собственно. Тех, кто сюда приезжает, они знают, зачем я еду. Потому что здесь людей меньше на пляжах, соответственно, водичка будет гораздо чище. Также здесь по пути продаются фрукты, овощи разнообразные, виноградики, арбузики. Все, что вы любите, друзья. Жалко, ценников нет. Спрашивает лентяло мне. И по прямой, да, чуть-чуть еще проходим. С правой стороны еще есть Венмаркет. Как вас зовут? Елена, мы из Беларуси. Детки ваши? Да. Как зовут? Мурьяна, Вика. И как вам вообще отдыхать в Витязево? Нравится. А в этом месте, вот пляж, море как? Отлично. Ну, море прохладное, но сегодня девятый день, ну, чистое море, красивое. Венера пляж очень нравится нам, в восторге. Очень близко. Столовый тоже супер. Кто? Муж. Муж приветствую, Дмитрий Вас. Поэтому нам нравится, мы по-сюда еще вернемся. Ну, дай бог, чтобы это получилось. Спасибо за вызов. Также по пути есть продажи разнообразные на двашки. Ну, и скоро здесь запустятся еще по правой стороне все вот эти отели. Вот он здесь один, и тут второй такой корпус строится. И, собственно, на этом все. Дальше строительство там невозможно. Ну, и также столовые, стойки, пиво, воды здесь присутствуют. Шушелки жарят на вынос мужики. Где-то на проходе здесь произошла коммерциализация. То есть всевозможные торговые павильончики пооткрывались, хотя раньше здесь ничего и не было. Ну, и вот он, называется, стопроцентный выход на пляжную территорию. Здесь также делают благоустройство. Чуть-чуть еще осталось доукладывать в плиточку. И будет официальный такой пешеходный переход. Но чтобы здесь не парковали свои машины, люди, которые приезжают на пляж, не имеют другой альтернативной парковки. Здесь вот такие вот блоки поставили. Ну, и пробок, собственно, не возникает. Люди приезжают, парковки если не находят, то уезжают дальше. До пляжа здесь досками выложено такое пространство, по которому вы будете уже проходить. Оно белое, не нагревается. То есть гулять будет вполне себе комфортно. С левой, с правой стороны, я вам хочу сказать, что очень чисто. Навели порядки, но дальше поддержите эту чистоту уже в наших с вами руках. Собственно, об этом вас и прошу. Ну что, друзья, смотрите, мы уже практически дошли до морской территории. Вот он уже впереди фляж Венера. Удобный для всех вас. Вот эти самые высокие части Дюн преодолены. Собственно, еще несколько шагов, и мы там. И вот она территория пляжа Венера. Здесь происходят и пенные шоу, и разнообразные развлечения, дискотеки. Также здесь работают мои любимые массажисты. Мы их сейчас тоже найдем, сходим к ним, посмотрим, как у них дела. И вот даже есть программа мероприятий. 29-й у нас что, 10-30, он произойдет партий. Приходите, вход свободный для всех и бесплатно. То есть на территорию вы можете зайти абсолютно бесплатно и непонежденно. С левой стороны есть туалет, душевые. Туалет здесь стоимостью 50 рублей, а душевые, бесплатные, пришли, приняли. Также есть переодевалки и массажи, на которые меня уже пригласили. Сейчас мы с вами попоситим. Есть также волейбольная площадка, приноситель, говорится, свой мячик, играйте в удовольствие. Ну и шезлонги. Помимо шезлонгов есть бунгало. Продается горячая кукуруза и вафельки. В чем кукуруза? 150 рублей. А вафли? 150 рублей. Спасибо. А также есть барная территория, где вы можете прикупить прохладительные напитки и насладиться ими с видом на наше прекрасное, шикарное море. Собственно, там мы видим спасателей и отдых у людей идет в полной мере. Тоже бунгало разнообразное. И самое главное, здесь моя любимая массажистка Виктория находится. Вот она. Вы помните, как она меня мяла в прямых трансляциях? Сегодня мы тоже попробуем массаж. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я к вам вернусь, покажу тут бар рядом с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. А где, кстати, ваш муж? А он с вами где-то. Как так? Я ему передаю пламенный привет и надеюсь, что мы тоже еще увидимся. Дальше здесь есть барная территория и еще бунгало. Ребят, пляж очень большой, очень хороший. По утрам зарядки, потом пенные вечеринки. Поэтому советую, если есть желание для отдыха хорошего. Плюс вы можете на 23 маршрутке приехать, либо до своей машинки найти там ранее есть подковочные места. Приезжайте, наслаждайтесь. И мы сейчас к Виктории идем на массаж. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживай. Ирика, помедленнее, пожалуйста. Держи. Так. Виктория, я вот Юра дождалась на массаж. Вот он пришел ко мне расслабиться в 24-м году. А мы тут всей командой вот его ждали. Виктория, Никита и Эльмира. Спасибо. Привет. На пляже. На пляже Венера Виктория разминает Юрия Азаровского. Не пугай мне публику, веди себя хорошо. Это немножко восточно темно для Юрия. На ручках стоит, а коленочки, но только чуть-чуть поддавливает, для того, чтобы подвижность была во всем суставчиком. Меодичные мышцы, конечно же, так тоже нужно разминать. Это прием из японского массажа. Юмейха называется. Когда она предлагает массаж спины, и она говорит шея спереди. Вот это значит, что когда ты лежишь на спине, она вот так вот тебе ее вытягивает, разминает. Очень понравилось. Вика явно прокачалась. То есть сил добавилось процентов на 70 больше. Я вообще не помню, когда мне последний раз кто-нибудь умудрялся на массаже сделать, ну, промять настолько, что даже там боль была. И вот у нее это действительно сегодня удалось. Особенно вот те мышцы, которые у меня сейчас работают. Это возле шеи правая сторона была вообще прям очень болючая. Сейчас она расслабилась, видите. То есть никаких уже таких болевых ощущений нет. Так что приходите обязательно, и я уверен, что вам очень понравится. Виктория вас ждет. И не только. Здесь у ребят большая команда работает. Мы с ними знакомы уже не первый год. Единственное, что они были раньше на Аковмарине, а теперь работают на пляже Венера. По 400 рублей можно снять здесь шезлонги. Ну, а теперь посмотрите, какое здесь море. А море прям кристально чистое и великолепное. В такое море хочется врываться и наслаждаться, друзья мои. Выглядит это просто фантастически. Один только нюанс у такого красивого и кристального моря сегодня. Оно прохладное, хотя люди пытаются в нем купаться. Потому что этого, по крайней мере, очень хочется. Ведь купание в море, это то, и для чего сюда приезжаете. Но потихонечку привыкнуть к водичке, зайти, окунуться, я думаю, возможно. Вот как Майфер делает, да, окунулся и обратно подошел. Какие у нее эти красивые, так как снимаете? Красивая медуза и девушка рядом с ней, да? Влогер? Да, есть такое. Мы тоже. На все эти ручки и тогда. Смотрите, вот это. Это корнирод называется. Температура воздуха над морем 30,6. Ребята тут на сапах раздают. В общем, море красивее. Я, честно, привык уже, и я хотел сегодня для вас устроить купание. Но не взял шорты. Ну, клянусь, я бы искупался вообще без напряга. Море класс. Сейчас замерим температуру, вы узнаете точно ее. Ну, а так вообще красота, конечно. Девушки тоже пошли корнироды снимать. Медузка опасная, не трогайте ее возле щупальцев. Самое главное, не получить анафилактический шок. А так, в принципе, все должно быть хорошо. Лучшее фото дня, как говорится, можно сделать только у нас на пляже. Корнирод и вы. И такая красота может быть. Я, когда снимал, спрашивал про лежаки, мужчина рядом сказал. Четыре раза повторил. Туалет 50 рублей, туалет 50 рублей, туалет 50 рублей. Готовьтесь, говорит. Действительно, 50 рублей, мне кажется, дороговато. Хотелось бы, чтобы более приемлемый. Бля, лучше всего, лучше бы добавить куда-то в сервис. Или на какие-то моменты накинуть те же самые 10 рублей. Не знаю, на сладкую вату, пиво там. Но туалет сделать бесплатным, чтобы меньше людей, чтобы больше людей туда ходило. Вот так вот. Температура водички 18,6 градусов. Я хотел бы привлечь внимание к тому, что в этом году очень много детей гибнет на морском побережье. Я об этом написал в телеграм-канале, в который я вас призываю подписаться. Ребятки, будьте бдительны, внимательны и берегите себя и своих деток. И очень бы хотел обратить внимание на алкоголь у моря. Вот девочки стоят, пьют пивасик. Вот мальчик потерялся. Ребята, если кто-то возле себя видел ребенка, пожалуйста, приведите его на точку проката. И всегда обращайте внимание на вот это. Страшно от этого становится. Будем надеяться, Тиграна найдут от души. Ну, я вот сейчас осмотрел полностью весь берег. У меня объедливый взгляд, как у фотографа. Желтой футболки я точно мальчика не видел. Мои дорогие, температура воды 18,3. Море чистейшее. Еще раз говорю, делайте вещи, не пейте, будьте внимательными, следите за детками, чтобы как можно более безопаснее проходил ваш отдых. Дай бог, как говорится, от души, чтобы никто не терялся. И все, кто терялись, все находились. Вот, походу, женщина побежала, мальчика нашли. У нас в этом плане ребята молодцы, кто работает на точке проката. Они передают с точки на точку. И информацию ее озвучивают везде, по всем точкам. И шансов найти ребенка становится гораздо больше. Вот моя мама, когда мы гуляли по берегу моря, просто увидела, что идет один ребенок без взрослых. Остановила. И в итоге мы потом в прошлом году, по-моему, это было очень долго, ждали родителей. Пытались найти у нас там препятствовали этому, там полиция, все остальные. Но, в общем, не проходите мимо никогда. Детей просто поинтересуйтесь у них, что да как. Если все хорошо, пускай дальше. Бегут и наслаждаются отдыхом. Вот как этот мальчик прекрасный. Но у вас всех, ребята, я приглашаю всех в Анапу. Желаю вам счастья, здоровья, долгих лет жизни. Отель по цене, наверное, один из лучших в этих местах. Море в доступности. Чистейшая, красивейшая, манящая для вас. Мы вас очень ждем. Видите, здесь встретимся на параллели. Я сегодня рад, что столько подписчиков увидели меня. Новые подписчики подписались вам, ребятам. Всем привет от души. Живаю я всем счастья, солнца, света и любви. Как говорится, все номера напрямую. И подпишитесь на телеграм. Пускай мы встретимся с вами там. Возле берега, кстати, почти 20 вода. Вот так вот быстро она прогревается, друзья. Ну и по традиции для вас море, как всегда. От души дешевым удушем. Пять свободных мест на банан осталось, дорогие друзья. У нас осталось пять свободных мест на банан. Прямо сейчас отправление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА